Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Маркет. Мы продолжаем путешествовать в пустоши. Да? Тебе что-нибудь нужно? Да, мне ничего не нужно тебе сейчас. Так вот, пойдем мы, наверное, в салон, снимем комнату, поспим до утра. Пойдем к торговцу, поторгуем, все как положено. Да, где тут прекрасная девушка? Я тебя не помню. Недавно? Ну да, я недавно, конечно. Я тут ищу, чем бы заняться. Надеюсь, что под заняться чем-нибудь ты имеешь в виду работу? Иначе тебе к нове. Мне нужен кто-нибудь, чтобы доставить письмо. Возьмешься? Возьмусь, почему нет? Конечно, почему бы нет? Отлично. Пожалуйста, отнеси это письмо моим родным в поселок Арефу. Я не получал от них вестей несколько месяцев. Я беспокоюсь. Когда доберешься туда, спроси Дэвиса Веста. Он с радостью заплатит тебе. Хорошо. Мне пора идти. Слушай, еще раз спасибо за помощь. Это много значит для меня. Хорошо. Узы крови. Отлично, это мы сделаем. Девушка. Смотреть можно бесплатно. Остальное за деньги. Что такое, лапуля? Мне надо поспать. Сколько за комнату? Ну, для тебя комната и приятная компания. Э, слышь, так мне только комнату. Пошла ты задняя, 120 крышек. Береги себя, дорогуша. Сука. Мне только комнату надо было снять. А что-то дорого. Ну, десяток, крышек 20. Ну, я не знаю, прямо больше это вообще стоит тут. Ну, может и стоит. Ладно. Не, вообще стоит, но я не так богат. Приятно тебе. Э, з.... Как насчет выпить? Сука. А почему нельзя поспать без... Разрешайся. ...или проваливай ко всем черте. Э-э... Эй, привет. Рада снова тебя видеть. Сука. Что за нагиб, а? Слышь ты Ну что, заплатишь гостку крышечек За то, чтобы узнать, куда отправиться Я нашел ту телочку и понес тебе крышки Или предпочитаешь искать его самостоятельно А ведь пустоша Такое опасное место Ой, да ладно Сделано твое Сволочное задание Теперь ты ставишь, где мой отец Ну как там наша заблудшая овечка А? Я знал, что могу на тебя рассчитывать Предлагаю Отдаешь сто крышечек И на том сойдемся Да, ладно, вот твои сто крышек Все не так уж и сложно, да? Да Твой отец действительно здесь проходил Но надолго он не остался Сказал, что у него есть важные дела И направился в город Что ты говорил насчет радиостанции Новости галактики Думаю, тебе лучше начать поиски там Хорошо Хорошей охоты И спасибо за крышки Слышь ты Ты еще не злорадцу тут понял Спасибо за крышки Упырь несчастный Мне бы нефиг было Девочку вначале пялить А потом кидать Надо было сразу честно ей сказать Малышка Ты Я тебя сейчас пробую Если что Ты моя короче барышня Женщина моей мечты Мы будем вместе править миром Так, ладно Проблема Сильвера решена В городе Сильвера решена Отлично Надеюсь, она получила по заслугам Да, пусть ты так будешь думать Так, что за радиостанции Новости галактики Новости галактики Это сборище трепачей Которые засели где-то В руинах Вашингтона Главный там у них Некий псих по имени Тридогнайт Который вечно зудит Про какую-то Светлую сторону Полный чушь Но, пожалуй Если хочешь знать Что происходит на пустошах Это к ним Мне на все это наплевать Да Кстати, хороший парень Тридогнайт И мы В общем, все нормально Все понятно Пошел в жопу Пошел в жопу Потому что ты угрызранный Отвечаю тебе Ты просто угрызранный Куда-нибудь еще Эй, Джерико Смотреть можно бесплатно Да, что ты смотреть бесплатно Слышь Вы, сука, упы, несчастные Почему вы не хотите Ладно Так и быть У меня 316 крышек Я сейчас ра Давай Ну Хорошо, согласен Впердули тебе 120 крышек Поехали Тебе на второй этаж, детка Комната с большой кроватью Согласен, согласен Береги себя, дорогуша Работать будешь по полной Отвечаю Прямо И так, и сяк И как скажу Так, поехали Сейчас мы с тобой поклакаемся Все Спать я буду До Нормально Восемь часов поспим Это норма Такое дело Не надо на меня так смотреть Хо, как не надо Я что это Слушай Я сейчас работаю Ладно, ладно Давай Береги себя, дорогуша Давай, дорогуша Моя хорошая На тебя Говорит Смотреть А че я там не видел Я уж все там Все что надо видел Так, ладно Мы не об этом Мы не об этом Эй, привет Эээээ Да, здорово Упырь Несчастный Выходим отсюда Ммм Да И нам надо Знаете что Это что у нас Мужской туалет Нет, не надо мне сюда Мне надо, мне надо к нашей прекрасной девушке, Которой мы выполнили задание. Магазин на кратке. Как продвигается исследование? Ой, классно. Ну, как твои раскопки? Удалось достать продукты и медикаменты из Супермарта? Пришлось попотеть, но и да, лекарство у меня. Серьезно? Правда? Правда? Отлично! Расскажи мне все. Там оказались рейдеры и робот. Вряд ли это безопасный источник припасов. Ого! Серьезно? Рейдеры и роботы? Похоже, мысль про этот магазин не только мне в голову пришла. Похоже, тут нужна особая осторожность. Ладно, оставь находки себе. Я сама недавно наменяла много еды. Вот, попробуй угощаю, а то мне это уже приелось. О, вот это еще возьми. Это старый дезинфектант для пищи. Просто носи его с собой, и он автоматически сделает еду и воду более... Хм... Лучше. Согласен. Три кусочка игуан. Дезинфектант для пищи добавлено. Вообще класс. Класс. Качество пищи и воды повысилось. Давай продолжим исследование. Мне еще нужно изучить влияние радиации на живую особь. То есть на меня, да? Мне нужно, чтобы кто-то разведал, как проходить через минные поля. И на этом первая глава книги будет закончена. Как бы моя не закончилась глава. Что тебя больше всего возбуждает? Возбуждает? Ну, как тебе сказать. Если я облучусь, то у меня может не стоять. Если наступлю на мину, то точно стоять не будет. Давай. Да, вот тут мне и нужна твоя помощь. Я многое знаю об этом из книг, но живого образца никогда не встречалось. Или их не хватало надолго. Так что мне нужно, чтобы тебя немножечко облучило. Чтобы была возможность изучить последствия. О, конечно, не набирай смертельную дозу. Я должна успеть привести тебя в порядок. Молодец. Наука, спокойно. Мне вполне хватит научных знаний, чтобы объяснить это тебе прямо сейчас. Ну да. Но пример из реальной жизни ценнее всего. У меня тут есть новый препарат от радиации, и мне не терпится его испытать на живом человеке. Но, если подумать, твой вариант позволит нам сохранить твое здоровье для будущих опытов. Вот, возьми эти препараты за помощь. Давай-ка в завершении главы изучим мины. Мины – одна из немногих опасностей на твоем пути, из которых можно извлечь выгоду. Обезвредь ее перед тем, как она взорвется, и можешь продать за кучу крышек. Ходили слухи о городе-призраке, забитом минами до отказа. Торговцы называют его «минное поле». Кажется, хорошее местечко для полевых работ. Отправляйся туда, возвращайся и расскажи мне о нем все. И, пожалуйста, захвати с собой мину мне на исследование. Обязательно, обещаю. Ладно, схожу на минное поле, пожелай мне удачи, оно мне точно понадобится. Да не бойся, туда никто не ходит. Говорят, что это город призраков. А поскольку призраков не существует, то никто не помешает тебе заняться минами. Говорят, в центре города есть детская площадка. Доберись до нее и возвращайся. Думаю, впечатлений у тебя будет предостаточно. Не сомневаюсь. Так, давай я тебе на продажу. Конечно. Так, мы тебе что продадим? Патроны я даже не знаю. Вот пистолеты я тебе продам все, скорее всего. Пистолет, пулемет я тебе не продам. Винтовку, вот это антир-1, батареи, бафаут, бронекомензон, убежище. О, слушай, что-то я продам, а то оставлю. Вилка, водка, грязную воду оставлю, для пищи не отдам. Двоенные деньги все отдам. У тебя сколько денег, а? У меня денег-то, блин, понты. Запальник не отдам, квантовая ядер-кола. Ну ладно, пока хватит, да, наверное? Так. Что я у тебя могу купить? Я у тебя могу купить же эти медикаменты, да? Они у тебя есть, скажи мне, моя сладкая. Оружие, костюмы. А, кстати, по поводу оружия. А, китайский нож нету, да? Костюм. Во, симуляторы. Стимуляторы все семь заберу. Во, видишь, как много. Так, разная. Боезапас, батареи. Если я возьму у тебя все батареи, это будет 595, а у меня столько нет. Поэтому я тебе сейчас напродаю. Я тебе сейчас напродаю пистолет-пулемет. Патроны не отдам. Вот это все не отдам, я тебе, извини, моя хорошая. Баф-аут, батареи. Они немного весят, да, по идее? Да, они не имеют веса, так что это я не буду продавать. Винта, наркотиков я тебе продам. Наркотики я принципиально не употребляю. Ну, кроме некоторых случаев, когда там крайние, ну, так не буду я. Вот, в общем, квантовая ядер-кола я тебе всю продам. Кексы продам. Китайский пистолет продам. Китайский этот тоже продам. Крышка мины не продам. Кусочки иваны продам. Я буду все равно лечиться в основном этими. Это на всякий случай просто я взял. Макароны с сыром продам. Манометр продам. Медекс не продам. А что он дает? А, сопротивление урона нет. Медицинская шина не продам. Она нужна будет для крафта. Ментаны не продам. Металлолом. Металлолом продам. Муравьиное мясо. Мясо крота-крыса. Мясо рад тараканов. Наливные яблочки. Осколочный гранат не продам. Ружье продам. Еще ружье продам. Магнум 44-го. А патроны магнум не продам. Патроны не продам. Пачка сигарет продам. Пневматическое ружье продам. Психа. Пультизатор. Психа у нас дает плюс 25% хрона. Но это относится, по-моему, к ближнему бою. Револьвер продам. Сенсорный модуль не продам. Собачье мясо продам. Стейки продам. По-моему, я мясо брамины продал. Ну и правильно, да. Торговец... А я не знаю, что это. Может, прочитать надо. Шарик дипломатического ружья. Продам все. Ты мне еще должна будет. Вот видишь. Так. Штурмовая винтовка. Да продам. Наверное, да? Или нет? Не продам. Не буду. Пусть будет. Ядер кола. Продам. Ядерный выстрел оставлю. Все. Все отлично. Разошлись. Мы прекрасно. Все довольны. Удачной охоты. Слушай, ну давай, короче. Я пошел в минное поле исследовать. Удачи в исследовании. А ты тут оставайся. Да, моя хорошая. Давай, мой пупс. Сегодня будем исследовать минное... Че это такое? Да как понимать. Итак, минное поле. Где бы оно могло находиться? О, находится-то оно, будь здоров. Давай. От школы Спрингвилл двинемся. У нас сегодня будет долгое путешествие попустой, судя по всему. Немало, во всяком случае, нам придется двигаться. Нет, я кое-что забыл. Знаешь, что мы сделаем? Мы кое-что... Мы, наверное, вернемся. Мы вернемся в мегатонну. А, рядом находятся враги. Понятно. А, рядом враги находятся? Ну да, так же было написано. Нет, нам все равно в мегатонну надо обратно. Нам надо в мегатонну, потому что у нас... Сука. Жопа. У нас есть одна проблема. Не сказать, что большая, но не сказать, что маленькая. У нас оружие сломано. Я забыл его починить. Да, есть такое. Немножко неуспех. Неуспех, прямо скажем. Вот. Мне надо в мегатонну. Вот, давай в мегатонну. Так. Кого чинить оружие? У нее ли чинить оружие или нет? Или тут еще оружейник есть? Я просто не помню, честно говоря. Она-то точно владеет. Давай включим карту и посмотрим карту местности. Дом Лукаса. Фиг Укаса. Что у нас здесь? Дом мистера. Дом Натали. Дети Атома. Клиника мегатонны. Магазин на кратере. Станция. Арсенал. Вот, сюда нам надо. Нам надо в арсенал по-любому. В арсенале мне точно все починят. Итак, где же он может находиться? Он находится... Вот тут у нас находится магазин на кратере. Он находится выше из магазина на кратере немножко, да? Арсенал. То есть, где-то недалеко. Надо заглянуть в арсенал и, соответственно, попросить починить. Может быть, мне за некоторую сумму крышек смогут починить все это дело. Это у нас водочистная станция. Сюда нам пока что не нужно. Здесь у нас магазин на кратере. И где-то вот здесь выше будет как раз арсенал. И в арсенале мы, по идее, должны уже... Это салун. Вот здесь, да? Арсенал. В сортире. Нет, нифига не арсенал. Это действительно сортир. Проверено. Проверено. Потрачено. Вот тут арсенал надо, да? Что-то я не помню. Просто давно играл. Дом Билла Крила. Давай посмотрим внимательнее. Так. Арсенал находится... Так, рядом, получается, где-то вот. А, этажом ниже, наверное, он, да? Получается, наверное, этажом ниже. Это на кратере. Ну-ка, давай посмотрим. А, арсенал находится прямо под нами. Прямо под нами, судя по всему. Вот он, арсенал. А, то есть, это нельзя, да? Это не тот арсенал. Не пойму. Наверное, он закрыт. Наверное, это просто местные, где они хранят вооружение. Значит, все равно надо идти на кратер. Ну, в магазин на кратере. И у нашей девчоночки, у Мойвы, чинить. Уходит так. Слышь, ты? Есть что? Я просто хочу убедиться, что все будет в порядке. А, понятно. Как там маленькая горячая картошка? Ну, знаешь, они же в земле как картошка. И горячие, потому что взрываются. Да, есть такое. Ну да ладно. Подожди, мы сейчас не об этом. Мне, знаешь, что надо, моя хорошая? Пока не было времени сходить в миновом поле. Постой. Это ведь не потому, что ты боишься слухов, а привидений. Да какие привидения там, мины? Ты чё? Подожди. Починить мое снаряжение. Если там не дымящиеся грудки. Да, шлем охраны, штурмовая винтовка, лазерный пистолет. Ой, сука, 235 крышек. Это грабеж! Это грабеж! А мне по-любому надо чинить. Ладно, мы по-другому сделаем. Подожди, подожди. И с тобой, и с ней. Готово. И понял. Слышь, давай мы, знаешь, как сделаем с тобой? Налашечка. Я тебе штурмовую винтовку сейчас продаю. Я без нее проживу, потому что мы найдем еще получше. Это все равно фиговая штурмовая винтовка. Я это сразу вижу, что она фиговая. Я эти ядерный заряд один продам и штурмовую винтовку. И буду счастлив. Ты мне сколько крышек? Да, 665. Теперь смотри, мы отсюда выходим. Удачной охотой! И ты мне чинишь, понятно? Почини мое снаряжение. Вот, лазерный пистолет. Все, что ли? А, нельзя отремонтировать выше 54%. То есть она больше не умеет. Ладно, все с тобой понятно. Мне пора идти. Постараюсь не умереть. Хорошо. Ну, во всяком случае, 54% уже что-то, друзья. Это уже что-то, я считаю. Включаем карту мира и двинулись. Двинулись наши длительные путешествия к минному полю. Классно, да? То есть мы добровольно далеко уйдем, чтобы прийти на минное поле. Очень, очень, так, интересно. Прямо скажем. Очень интересно, да. Наши. Путешествия. Ах ты, сука. Что, берега попутал или что? Давай, давай. Хэтшот, детка. Юас. Оу, да. Да. Не, ну вы вообще беспредельщики, я смотрю. Критануло, видели, как расплавило нахрен. Да. Бутылочные патроны, револьвер заберу. Хорошо. Хорошо. Сами виноваты, сейчас будете получать все, что вы заслужили. К сожалению, много. Полную жопу огурцов они заслужили, это минимум. Ладно, хрен с ним, кто там? Что значит, ладно, хрен с ним? Конечно полетят, только не от меня от тебя. Большие клочки. Лови. Погорячился ты, парень. Очень погорячился, аж пепел один остался. Полиция, ты же пастая броня, рейдер в жопу. Кстати, я помню, как бить бегаю. Да, в трусах, так я и знал. Я лоханулся. Где моя снаряга? Вот, бронекостюм, убежище, да? Так, вроде такой и был, только немножко надо видать. Это лучшее состояние она мне дала. Ладно. На чем мы остановились? Мы остановились на том, что нам надо набраться наверх. Вот тут телочка, короче, была нагнутая. Надо ее посмотреть. Вот она немножко тоже испепелилась. Револьвер, патроны, кассет мне нафиг не нужен. Я не люблю ближний бой в шутерах и в таких вот играх от первого лица. Хотя иногда можно, иногда можно, да. Так. Хм. Вот ничего такого и нет, да? Хотя тут что-то есть, я просто не помню где. Что-то должно быть интересное. Давай глянем внимательней. Большая разудранная книга. Нет, это мне точно не нужно. Что мы еще имеем? Может быть здесь что-нибудь в ящичках каких-нибудь? Еще где-нибудь в сортирах? В сортирах вряд ли. В шкафу не пусто, однако. Вуу. Нормально. Что-то взял, что-то получил. Так, ясно. Больше ничего. Грузовичок с ядер-колой. Беру. Беру, пофигу. Все, подам нафиг. Беру. Отлично. Так. Бутылочные крышки. О, шкафчик есть, что-то. Нагиб. Понятно. Тут ничего нету. Тут ничего нету. Ясно. Отлично. Нету есть, неважно. Главное, что-то мы нашли. Что-то полезное мы для себя нашли. А, это что? Нижний уровень школы Спрингбейл. Я тут никогда не был. Я даже сам. Теперь повеселимся. Конечно, конечно, повеселимся. Только ты вот... Нифига удел, все мощные. Тарас Бульба, что ли? Давай-давай. Вооот. Так, этот получил то, что и, собственно говоря, и заслуживал. Давайте посмотрим, что еще может быть на нижнем этаже интересного. Как бы только на что-нибудь не нарваться. Серьезно. Не-не, ты меня не порвешь на куски, я тебе обещаю. Какие прикольные у тебя это. Женщины будут такие штучки тут. Девушка немножко лысая. Ну, бывает что? С париками на им дефицит. Отлично. Просто великолепно. Я счастлив. Именно так и должно идти. Так. Этого немного они... Того самого четвертовали. Скотч виски. Броня рейдеров с бесплодных земель. Это мне не нужно. Не нужно. Что еще тут может быть интересно? Да ничего особо интересного не вижу. Письменный стол. Патроны с картечью. Отлично. Вот это хорошая новость. Что у нас в патронах с картечью есть. Тут ничего интересного. Ничего особенного. Грузовичок с ядер колой. Так. Здесь у нас тоже ничего. И здесь у нас жестяная банка. В задницу ее. Так. Радекс. Радекс мы возьмем. Это очень нужные препараты, чтобы всегда быть здоровым. Грязная вода. Ну, пусть будет. Ничего страшного. И где у нас молодой человек, которого расплавило нахрен, собственно говоря? Вот он. Пистолет. Вот это. Шашлык из игуаны. Что-то я еще, по-моему, взял. По-моему, штурмовую винтовку или что там. Я чуть не посмотрел. Давайте в школу придем потом. Потому что сейчас мы, я чувствую, очень надолго здесь задержимся. Тут интересные места. В школу потом придем. Если что, еще разок. А пока что у нас есть действительно важное задание, конкретное. Мы поставили задачу, мы идем выполнять ее. Нам надо добраться до минного поля. Конечно, может быть, по пути мы еще что-нибудь интересное увидим, куда-нибудь свернем. Но идем. Идем мы к минному полю. В город-призрак, так называемый. Ага. Блин. Адиация. Ах, сука. Я не хочу. Вплывай, Рокутагин. Вот так. Молодец, Касачик. Угу. Нифига себе. Это с чего так палят-то? Я этого и не помню. Я много чего не помню. Слышали какой-то выстрел, как будто с пушкой страны или где-то? Интересные пирожки. Кстати, уже где-то вот здесь, в этих местах, можно повстречать мутантов. Ну, поняли, да? Они очень опасные. Они тут бывают толстяками даже вооружены. А я бы не хотел с толстяком связываться. Ну, нафиг. Такое вооружение, оно меня просто нахрен разнесет сразу. Ну, а кто-то есть по пути. О, собачка. Она даже одичавшая собака. Хорошо. Ты будешь нахмутан. Накрил. Вот это я понимаю. Вот это качественно. Кстати, что у нас? Что-то как-то очень легко. По-моему, тут вообще уровня сложности в принципе нет, да? А, уровень сложности нормальный. Сложный. Очень сложный. Ну, оставим нормальный. Пофигу. Мы, в общем-то, ничего особенного и не делали. Ну, посмотрим. Может, еще будет тяжело. Тут же, знаете, так непонятно абсолютно. Когда ты начинаешь играть, у тебя нет выбора в уровне сложности. Если захватим, потом сделаем сложный. Пока пусть нормально будет. Это так кажется. Сейчас мы всякими тараканами, мелкими рейдерами разбираемся с этим говном. А потом тут такие монстры будут, что ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Попа боль. Так, кстати. Мы, случайно, не подошли уже к этому месту? Нет, еще идти надо некоторое время. Мин я пока что не вижу. В всяком случае, пока. О, надо же. Оба нагнуты были. Чисто случайно. Давай посмотрим, что тут у нас происходит. Так, это я забираю. И где же, где же у нас... Подожди, а куда он отлетел? Ах! Ах ты, сука, шмель проклятая. Дутень. Вздуть им сейчас тебе будет. Понял, да? Манцуем, пацаны. Так, ты будешь нагнут. Давай. Голову, тело. А, тело нормально. Все. Я главный специалист по уничтожению местных насекомых. Я крут. Где робот? Слышь, ты вот нагнул робота, он взорвался. Куда он улетел? Куда ты его делал? Хм, интересно. От робота должны быть детали отстаться. Там могут быть батареи, много всего полезного может быть. Не вижу я робота. Вы видите этот маленький робот, который с глазами взорвался? Куда он делся? Я не вижу. Интересные пирожки. Да, нету, ладно. Нету, так нету. Ничего не поделаешь. Кто-то еще тут есть, я вижу. По радару кто-то тут еще обитает. Давай посмотрим. О! О, братуха давно не виделись. Ты такой унылый. Я тебя развеселю немножко, чтобы ты... Да ладно, правда что ли? Ну ты вообще как-то, не знаю, не по чесноку это. Должен был нагнуться, а не нагнулся. Но в итоге все равно, конечно, нагнулся. Но вообще это не по чесноку. Ты как-то так... Как ты умудрился в упор от выстрелов увернуться? Наглотил. Читер, читер, по-любому. Или пингер. Да? Как всегда. О! Значит, ты говоришь, город призрак, моя хорошая, да? Это что, призраки, по-твоему? Да иди сюда, сука. Готово! Так и должно было произойти. Я счастлив, что именно так оно и произошло. Патроны с кордечью, обрез. Это не нужно, все ясно. Слышь, с фомкой ко мне подкрадывается. Ломиком по голове хотел настучать, да? Хрен тебе. Вот так вот. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Качественно. А это вот реальный нагиб. Тут даже не... Ох ты! Сука! Где? Нет, нет. Второй где был расплавлен? Не понял. Сука, тут все упустишь. Одно, второе, третье. О, вот одна кучка. Это кучка говно. То есть, как бы тут уже не... Блин, они все. Они распадаются на куски, их, блин, потом не найдешь так. Эти кучки не видно ни хрена. Вон, вон, еще одна кучка, я вижу. Дымится тут. Еще один рейдер был когда-то. Так, отлично. Отлично. Как задолбали эти байкеры. Реально нагнуть надо. Посреди ночи летают, как бы спать не дают. Вот сплей снимать. Ну, в общем, вы поняли. Да. И приближаемся мы к минному полю. Это уже рядом. Будет сочно, я чувствую. Весьма и весьма сочно. Ну, вроде безопасно. Вон там собака стоит, но она нас не видит. Мы, собственно говоря, делаем вид, что мы тоже невидимы. Поэтому всем от этого хорошо так. Где-то дукин летает, ну и хрен с ним. Вот он, дудень, да? Нет, сука, а их тут многое, оказывается. Целое лого вот дудней. Так. Многость давай, тебе. Давай. Один выжил гадил. Сука, сколько у вас тут? Давай, в голову попадем? Нет. Нет, в голову что-то пока что нет. Нет, в такой меткости. Вот. Такой меткости нету, но в тело нормально залетает, я смотрю. Вполне неплохо. Меня устраивает. Так. И вот он, город Призор. Где-то здесь уже рядом, да? Как бы на мину не наступить, нафиг. Вот он, город, да. Вот здесь он начинает, собственно говоря. Угу. А вот и дорога. Пойдем по дороге, потому что на другой местности нафиг можно сразу на мину наступить. Тут мы хотя бы увидим, что к чему. Это мина? Нет. Это разметка дорожная. Это все дорожная разметка. Да, это будет непросто, я чувствую. А может просто посмотрим. Пока что мин нету. Во всяком случае, я их не вижу. Вы видите мины? Я не вижу мин. Только дорожные разметки, вот эти штуки. Так. Тихо. Сука. Страхово. Очково, прямо скажем. И чем дальше, тем очковее сейчас будет. Да. Тихо. Одну минику я собрал. Надо все мины собрать нафиг, правильно? Нам же никогда не помешают мины. Не помешают. Тихо. Сука, кто мне стреляет? Вы видели? Кто-то... Бежим, сука. Она сейчас сорванет. Пипец как. Ништяк мне нравится. Круто. Но... Надо быть осторожным. Кто-то стреляет, сука. Где-то снайпер засел. Отвечаю. Видите его? Я не вижу отсюда. Поедите-то сверху должен быть. Вон он, сука. Вон он, снайпер. Критический урон я ему нанес. Да, ты как хотел. И бы нефиг такой говном заниматься. Поразит несчастный. А она говорила. Никого нету. Город призрак. Призраков не существует. Туды-сюды. Керос-2. Еще как существует. Вон они. Вполне живые. Никакие нахрен не призраки. Опасные твари. Все равно будут уничтожены. Надо пойти и нагнуть этих рейдеров. Это рейдеры тоже какие-то по-любому. Арканзас. А может он хороший? Он просто так стрелял в нас. Слышь ты? Ну как бы для самозащиты. Вы только посмотрите, кто у нас тут. Где? А может и нехороший. Да не знаю, короче. Убью тебя нахрен. Ты мне задолбал. Попади, пожалуйста, Рокутагин. Есть! Хэдшот, малыш. Ты был нагнут. Глубоко и надежно плечом. Так. Нам быстренько надо... Надо быстренько помощь себе найти. Мясо, дутня, нагибутня. Стимулятор, да и все. Че париться-то? Ого! Жопа! Меня покалечило нахрен. Ноги. Вот эту. Эту тоже ровняем. Все хорошо. Блин, на чем это мы только ноги поравняли. Это мы еще не улучшали себя. То есть это как бы еще все только... Шашлык с гуаной. Собачье мясо. И стимулятор. Вот. Теперь я счастлив. Теперь я крут. Стейки какие-то. Че это такое? Петарда. Петарда беру. Медицинская шина беру. Хм. А где этот парнишка-то? Ну, старичок этот, который меня стрелял. Супер Снайпер. Где-то есть. Вот он. Снайперская винтовка. Так. Калибр 308. Че-че-то я взял, да? Одежда поселенца пустошей. Ой, классно. Вот он, сука, маньяк местный. Всех отстреливал и, видать, собирал у них вещи, да? Наверное, он все-таки плохой был, да, я уверен. Ха-ха. Я сам все подпокаиваю. Может, он и хороший был? Но я не думаю, что он был хороший. Че-то мне подсказывает, что он был нехороший. Это местный этот снайпер. Просто так, людей зачем стрелять? Чуть не прибил меня, нахрен. Я у него, кстати, взял какой-то ключ. А вопрос... Оу! Сука, пронесло. Короче, он тут жил и всех отстреливал, и такой он нехороший. А я молодец. Так, давай-давай-давай. Есть, забрал. Так, где еще? Где-то же еще была мина, вы помните? Осторожно написано. А че осторожен-то? Где-то еще кто-то есть, да, нехороший? Ну, наверное, кто-то есть. Раз так. Давай сюда зайдем. О, вот отсюда, наверное, был ключ. Ключ отсюда был. Ммм, понятно. Нет, подожди, а вот это че? Че тут лежит? Ничего нельзя взять, значит, ничего не лежит, по идее. Так. Так, радио понятно. Все, это нагиб. Дротики. Дротики я возьму, не знаю зачем, но возьму, пусть будет. Почему нет? Дротики могут быть полезными, а не для какого-нибудь духового ружья. Я не помню вообще, когда таким никогда не пользовался, честно говоря. Кулачный бой в иллюстрациях. Отлично, отлично. Можем повысить кулачный бой, хотя он нам нафиг не нужен. Так, плюшевый мишка, еще кто-то. Это замечательно. Это тоже неплохой, в общем-то, набор хороший. Почему тут все умерли? Почему они такие нехорошие? То есть, хорошие, но почему они умерли? Грязная одежда для отдыха. Нет, мне не нужна такая довоенная одежда для отдыха. Она нафиг не нужна. Большая опаленная книга. И, собственно говоря, тут тоже нагиб случается. Двуспальная кровать. Можно поспать? Нет, мне не надо. Я не собираюсь спать. Я выспался хорошо. Мы с девушкой тут провели замечательное время. Не бесплатно, но я выспался, в общем. Да, есть такое. Так, печь. Запальник возьмем в печи, это будет неплохо. Ланчбокс, запальник или что-то еще. Какой-то такой вот есть рецепт и получается крышка мина. А крышка мина очень мощная в третьем валауте. Мощнее, по-моему, чем в четвертом. Но очень мощная штука. То есть, короче, тут можно такие вещи делать. Просто мега нагиб. Да. Так, и отсюда мы можем выходить. Пока что ничего интересного я не нашел. Хотя, может быть, потом дальше что-нибудь нужно будет еще найти. Но, но, но. Я вижу мину. Ее надо забрать, правильно? Правильно. Так, я забираю мину. Я забираю мину. И все ли мы сделали? Нам же ведь нужно... Нам что нужно? Нам вот тут нужно минное поле. Дойти до какой-то школы или до чего там надо было дойти. До детской площадки, да. Детская площадка. Вот тут где-то она. Как бы нафиг не наступить опять на мину. Что у меня это почему-то замечательно получается. Даже что-то великолепно. Просто талант. Талант у меня такой. Наступать на мины. Мин не видно. Вроде не видно. Кстати, уже темнеет, блин. Жопа. Вернуться к Мойре. Я думаю, на этот раз мы воспользуемся быстрым перемещением. Потому что на обратной идти таким путем как-то жопа. Тем более, может, еще мины остались. Пойдем в Мегатонну. Да. Пойдем в Мегатонну. И посмотрим, что у нас там у Мойры. Можно ли с ней обсудить все это? Блин, опять закрыто. Милашка, неужели у тебя сейчас будет все закрыто? Я тебя очень прошу. Не надо. Это как бы... Но, скорее всего, да. Сейчас проверим. Проверим мы, как оно будет. Не здесь ли ты у нас живешь? Моя хорошая тут путаюсь. У вас так интересно все расположено. А живет она именно здесь. И... Нет, это водочистная станция. Это явно не Мойра. Мойвочка. Рыбка моя. Где ты есть? Мойва. Да. Закрыто. Похоже, придется ждать. Именно так. У нас эта серия заканчивается примерно так же, как и прошлая. По-моему, да? Лези и джентльмены. Другие подруги. Вот так вот мы сегодня сходили на минное поле. Пока шли на минное поле, нашли неплохо так приключений на свою задницу. Как ни странно, выжили. Есть такое, есть. Выжили было как бы непросто. Но мы-то, сами понимаете. Мы-то, ребята, крутые. Поэтому, если вам нравится вместе со мной путешествовать по пустоши, исследовать загадочные, интересные места, которые говорят, что город призраков, а на самом деле нифига не призраков, можно самому призраком стать, когда ты разойдешь, жопой своей искать мины и получать вот эту жопу полную, много огурцов, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.